Евгения Степанцева – мама троих детей. Четыре года назад в поселке Строитель семья купила гараж в кооперативе «Лесок». С тех пор Евгения пытается решить проблему, связанную с мусорным контейнером, который перемещается по территории кооператива в свободном режиме. Никто не контролирует вывоз этого мусора. Просто его привезли, бросили контейнер. Где тут бросили его? Никто не смотрит. То есть он стоял и посередке вот здесь, он стоял и там, он стоял. Ну, осталось только на крышу закинуть. По словам собственников гаражей, мусорный контейнер не имеет своей четко отведенной и оборудованной площадки. По нормам СанПина, обязательное условие для контейнеров – наличие крышки или навеса над ним. А дистанция от места хранения мусора до зданий должна составлять от 20 до 100 метров. Здесь же контейнер стоит впритык к гаражу многодетной семьи. Именно около него складируется избыток мусора, который зачастую не влезает в контейнер. В результате вокруг бегают крысы, разведена полная антисанитария. Эти фото были сделаны недавно, и председатель гаражного кооператива объясняет плавающий график вывоза мусора сложностью подачи заявок на уборку отходов. Его вывозят, но его вывозят не своевременно, когда уже тут все вокруг навалено. То есть, если его вывозят, собрать все вокруг, и опять контейнер полный. Жалуется он, говорит, что это все очень дорого вывозить, что вот я даю заявки, что в Экопронск. Вот они так долго вывозят. Вот так вот работает у нас Экопронск, сказали. Такая захламленность возле бака неоднократно приводила к пожарам. Мусор кто-то поджигает намеренно. Отходы горят как в самом баке, так и вокруг него. От очередного пожара на днях пострадал гараж Евгении. Муж приезжает с детьми сюда, говорит, тут горит контейнер, то есть он уже догорает. Я звоню председателю, дозвониться до него не могу. Звоню казначею, казначей говорит, а я вам что могу сделать? Вот я здесь вообще не живу. То есть вызывай, а у вас огнетушитель есть, вы потушите. Я говорю, я с двумя детьми тут, с одним маленьким, должна бегать вокруг этого контейнера. Все-таки дозвонились мы до председателя. Он сказал, я бегал, его тушил. В результате гараж поврежден. Обгорела и треснула кирпичная кладка. Оплавился электрический кабель, начала протекать крыша. На вопросы о том, кто будет возмещать причиненный собственникам ущерб, председатель гаражного кооператива Александр Ермихин ответить не может. То, что обгорел гараж, вы видели? Да, видел. И? Что? Я его поджигал. Ну а кто, я его поджигала? Я вас просила отодвинуть контейнер на безопасное расстояние. Отодвинули его уже, его уже два раза вывозили. Вы видели сейчас, что он опять стоит вплотную? Завтра его вывезут. А вот кабель у нас обгорел, крыша обгорела. Кабель поменяем, это не проблема. А крышу? Крышу, я смотрел вашу крышу, там она подняла, битум поднял. Он же там не вплотную был. Я не знаю, кто поджег. Я этот вопрос сейчас выясняю. После недавнего пожара Евгения обратилась в полицию, пока новостей оттуда не поступало. Однако юристы говорят о том, что именно органы правопорядка должны установить виновного и в ходе гражданского процесса взыскать с него денежные средства на возмещение причиненного ущерба. Но вы же говорили, что вы сделаете площадку в сентябре. Что вот сейчас дача закончится, вы все сделаете. Вы говорите мне сейчас одно... Он в сентябре не мог набрать народу. Все подачи в огородах, обладают партошку. Положение ситуации нехорошее. Вы что думаете, просто так, что ли, взять, найти там человек пять, для того, что вы сделаете. Вот вчера нашел, пришли, убрали весь мусор. Вы не представляете, вот он сейчас... Я не представляю. Я представляю. Я здесь уже на протяжении двух лет убираю этот мусор, собираю этот в этот контейнер. Я все это прекрасно представляю. Поэтому я вам говорю, я вам предлагаю контейнер убрать вообще. На верх его поставить. Ну вот и все. Он у забора. Ранее от блуждающего контейнера уже избавились одни из соседей Евгении по кооперативу. Они вкопали засохшее дерево возле своей постройки, и на этом месте мусорка уже не появляется. Теперь же председатель гаражного кооператива Александр Ермихин предлагает поставить уже два контейнера рядом, в непосредственной близости от других гаражей, но на приличном расстоянии от своей собственной двухэтажной постройки.